Всем подписчикам, не подписчикам, не определившимся и особенно хейтерам, доброго утра. Сегодня 16 апреля, у православных Пасха, и поэтому сегодня я постараюсь не материться. Это видео посвящаю именно хейтерам. Именно они натолкнули меня на эту мысль приготовить куриные грудки, сочные. Именно они утверждают, что у меня руки растут не с того места. Но сегодня мы посмотрим детально, у кого они растут не с того места, а у кого в этом месте как раз находится мозг. И фартуки мои почему-то не нравятся. Ну вот странно, да, я работаю на кухне, что же у меня без фартука? Да, кстати, о фартуках. Их у меня много всяких разных. Есть черный, есть вот такой полосатенький серенький, есть вот от фирмы Transcurme, подарили мне. Есть такой вот фартучек. Но сегодня я одену вот такой вот, именно голубенький, с полосочками. Знаете почему? Потому что он самый бесячий. Знаете, такой раньше был в свое время мультфильм в советское время про Бонифацию. Такой лев в полосатом костюмчике. Вот меня этот мультфильм конкретно выбешивал. Вот сегодня я одену именно его. Для начала нужно экипироваться. Все-таки я буду жарить не одну, не две грудки, а чуть-чуть больше. Значит, полотенчик обязательно, но это у нас как обязаловка. В качестве исключения сегодня шапочка. Ну, потому что брызги будут лететь в разные стороны, и они осядут у меня все на волосах, невзирая на хорошую вытяжку. Но буду немножко похож на священника. Все-таки Пасха. Обязательно перчатки, потому что руки будут потеть. И пот, чтобы он не капал у меня с рук, а оставался весь здесь. Но это еще не все. Обязательно поверх, потому что жир будет капать, нужно одеть перчатки. Вот так вот. Берем специально на размер больше, чтобы иначе руки у вас будут болеть. Ну, и чтобы вы не зашмарили свои рукава, иначе вас жена потом домой не пустит, имеются вот такие вот защитные налокотники. Я покупаю их для себя сам, их на фирме нет. Ну, вот теперь я полностью готов. Можно приступать. Сегодня что-то у меня со светом непонятное, какие тут проблемы, не включается почему-то свет. Ну, ладно, я постараюсь показать так. Значит, вот это вот моя тележка. Раз, два, три, четыре, пять, одиннадцать ящиков. Одиннадцать ящиков, но это в общей сложности по килограммам не скажу. Примерно, что я сказал, 700 грудок. Вот именно эти 700 грудок я и буду обжаривать. Ну, прежде чем их обжаривать, сначала их нужно разместить. Обжаривать я буду в двух сковородах, вот в этих больших. Буду обжаривать одновременно. Ну, и чтобы мне особо не пыжиться, я покажу вам именно тот лайфхак, о котором я говорил. Для начала всех курей я размещу вот на такие противни. Посолю, в смысле насыплю соль, солить их не нужно, они и так нормальные. Уложу куриные грудки, посолю опять. Перчить не буду, потому что температура будет 210 градусов, и весь наш перец или какой-либо другой маринад, он просто-напросто будет гореть. Это можно будет сделать все после того, когда грудки будут обжарены. И все. И затем я составлю противо все это на телегу, и буду примерно вот, непременно, а по пять вот таких противней обжаривать. Так, ну я все подготовил. У меня в общей сложности получилось чуть меньше 800 штук, точнее сказать, 794, но это и неплохо. Так, сковороду я раскалил первонаперво. И теперь мы сюда помещаем масло. Не наоборот, не нужно наливать масло, а потом начинать нагревать сковороду. Во-первых, сковорода большая, и начинает, масло становится желтым, вязким и густым, и начинает гореть. Ну и во вторую сковороду точно так же. Будем работать сегодня в двух сковородках. У меня все подготовлено, то есть у вас не будет времени уже там на какие-то шалости, там куда-то отойти, отлучиться или еще что-то. Курочки вот так вот у меня уложены. Кожица вверх. Как я сказал, что здесь я уже низ я посолил, просто чтобы меня никуда сюда не ворачивать. Сразу просолил гастроемкости. Не то, чтобы они стали соленые, а чтобы курица просолилась. И потом соль сверху. Все, у меня курица готова. Теперь мне ее только жарить и все. Первый пошел. Второй пошел. Ну и третий. Я просто не собираюсь жарить курицу до конца рабочего дня. Обжариваю на сильном огне. Температура у меня 2-10 градусов, чтобы сковорода не обшила и чтобы курица жарилась. Нам нужно, чтобы была курочка. И здесь все то же самое. После того, как я курицу обжарю с обеих сторон, обязательно курицу при помощи вот этого шпателя очищу всю поверхность. Скажу вам для чего. Для того, чтобы обжарить такое количество грудок, будет образовываться очень много белка, и он будет пригорать. И уже буквально на третьем замесе у меня уже будет черная вот такая вот корка, чтобы этого не случилось. Потому что придется потом мыть корду, пока ее помоешь, обсудишь. Потом опять ее запустишь, пока нападим температуру, уходит много времени. И вот этим вот паселем спокойненько скребаешь после каждого раза. Скребаешь и ножичком аккуратненько отслежать. И все. И вы можете на одном замесе, скажем так, не с брасной температурой, обжарить всю курицу. Ничем это не лайфхан. Работать нужно быстро, потому что, сами видите, у вас в столице. Так, я вот за один раз жарю, получается, 100 грудок. Ну и с этой стороны. Курица накачана водой. Так дымить не должно. Точнее парить. Ну вот вы видите сами, насколько важна защита. Это только первый замес. Если будет дальше, вот эта вся облицовка, она вся проводится в труху. И это было и бы ваши руки. Ну, так как я себя люблю, то отношусь к себе с уважением. Так, ну и далее. Вы видите, сколько белка образовалось. Теперь его нужно будет снять. Снимать это нужно сразу. Как только обжарил, как только вынул. Как только снял куриные грудки. Сразу нужно начинать чистить, иначе она потом пригорит. Не лениться. Ну, если, конечно, вы хотите, чтобы у вас было больше рабочих часов, то, в принципе, можете делать намного медленней. Не так, как я вам показываю. Сегодня у меня грудки все как на подбор. Обычно они бывают разного размера. От 200 грамм до 400. И поэтому после того, как я обжариваю, я их начинаю рассортировать. Где 200 грамм, где 400. Ну, примерно на глаз. Потому что затем я их догоняю в духовку. Естественно, первым у меня будут приготовлены те, которые потоньше. Куриные грудки я довожу до температуры 45 градусов. Внутренней температуре. При внешней 120. Чтобы она медленно, спокойненько до этого доготовилась. Затем я ее просто с духовки вынимаю. И даю ей отдохнуть. Нарезаю. И раскладываю уже по противням. Она еще внутри. Сырая. В дальнейшем, если мне нужно будет отправлять ее на буфет, то я ее буду доводить до температуры 63 градуса внутренней температуры. И заливать сверху горячим соусом. Если без соуса, то лучше, конечно, сделать до 65 градусов. Этого будет достаточно, чтобы она была сочная. Я в данном случае говорю о нашем лиферанте, который нам поставляет курицу. Я знаю, что 65 будет достаточно. Ну, я обжариваю всю дальнейшую курицу. Принципы уловили. Курица моя готова. Закончила ее обжарить, обжаривать, пережаривать. Ну, вот подготовка заняла у меня час. И обжаривал я ее буквально час сорок. Вот и весь результат. Так что, сами посчитайте, 800 почти грудок довольно быстро. Ну, сковородочки после оксиджа артуре будет вот так. Это нормально. И вот весь этот белок, который остался у меня в канализационном сливе. Так, ну, курицу я всю пересортировал. Переквал в чистые айнзетсы, гастроемкости. И теперь они у меня по 30 шук в каждой. Прекрасно выглядят все. Они готовы у меня полностью. Да, конечно, занимает время, но а куда деваться? Ну, с курочкой я закончил. И надеюсь, это видео было для вас полезным. И напоследок я хочу вам сказать, воспользуюсь цитатой из кинофильма «Джентльмены удачи». У тебя папа мыл, мама был. Почему злой, как собака? Так вот, не будьте злыми, будьте добрее. А я вам желаю всего самого доброго, любви, счастья, здоровья. Всех православных с Пасхой. Пока.